Добрый вечер, мои уважаемые зрители, телезрители, видеозрители, YouTube-зрители. Добро пожаловать снова на мой канал. Сегодня вечером хотел бы я коснуться, сегодня разговаривал с одним блогером по комментариям, я хотел бы коснуться Франции во время ее роли во время Второй мировой войны. Знаете, я во Франции учился в одном училище и у меня надо было делать для экзаменов одну досье. Я выбрал тему Вторая мировая война и досье называлось не Mein Kampf, а Sein Kampf. Касалось Гитлера и Второй мировой войны. В общем, вы знаете, что написал? Это мое чисто субъективное мнение, но я основывался на том, что имею исторические факты, которые я знаю. Я обвинил Францию, я представил ее виновной во Второй мировой войне и к приходу к власти Гитлера. Но также я еще и обвинил либералов, которые находились в власти в крупных городах Германии, которые угрожали целостности, как Германии. Но начнем так. Почему я Францию обвиняю? Первая мировая война. Франция несет большие потери. Франция выходит победительницей, не забывая о том, что поражением Верда или Вердин, как называется по-русски, я не знаю. Германия капитулируется. Франция по этому, как его, договору капитуляции навязывает Германии возместить все весь урон, который по Версальскому договору, весь урон, который она причинила Европе и Франции, в том числе. Также Германия до войны Первой мировой, она не была республикой, она являлась империей. У нее были свои колонии в Африке, там Руанда, Того, Нигерия, по-моему. В общем, когда они подписывали капитуляцию, условием Франции было, что Германия уже не является империей, она теряет все. Она потеряла свои колонии, она потеряла свой статус, и она обязана была выплатить весь урон, который она принесла. Там еще и Бельгия подпевала, и Англия. Но Франция была самым основным Версальского договора, который душила Германию. Если бы, извиняюсь в том, что я говорю, если бы не было прихода Гитлера к власти, не было того, что случилось, Германия до сих пор выплачивала бы всем странам убытки, урон, который она принесла бы, и Германия до сих пор работали бы, а не месяц, чтобы купить буханку хлеба. Час может быть две-три. В то же время армия капитулирована, забита, нету ничего, Германия в руинах, выплачивает урон, который принесла и Гитлер. Гитлер, австриец, который приехал в Германию, воевал в Первой мировой войне. Как он выжил, это вообще чудо какое-то было для него. Он был в самых горячих местах связистом. В общем, он единственный там выжил, которые должны были, в принципе, погибнуть. Он ранен был, возвращается в Германию, в больнице, слышит о капитуляции и начинает думать. Он был помешан на немцах, на свои нации, немцы, немцы, немецкие, Deutsche Volks. И что происходит в это время в Германии? В Берлине, в Баварии, во всех крупных городах находятся всякие такие либералы, которые хотят найти общий язык с победителями, с Францией, там что-то договориться. Целостность Германии стоит под вопросом. Германия может развалиться на губернии. Страшная бедность. Нету еды, нету денег, ничего. Инфляция страшная. Появляется Гитлер со своими идеями. Он собрал уже, вернемся к моменту, когда собрал, большое количество уже сторонников в Баварии, в Мюнхене, в Мюнхенский переворот, попытка, наказание, выход из тюрьмы, его речи, его голос не просто там, к своему Баварии, а он обращается к нации. Он говорит о целостности страны, как не о республике, а как об империи, которая была, которую унизили, которую унизила Франция. Ну и вот он потихоньку приходит к власти. Гитлер взял власть Германии не переворотом, не фальсификацией, он взял легально, выборами. Страна находилась в жалком состоянии. И он объединил хоть своими грязными идеями, он сохранил целостность. Он собирал людей вокруг себя. Либералы автоматически убирались всеми способами. Вы знаете, какие способы были. Но вернемся к Франции. Франция из-за этих своих условий Гитлер пошел к власти. Продвигаться начал. Что же делает Франция? Франция знает, что уже начинается, там Гитлер развивается, уже идут захваты первые. Она готовится, она знает, что будет нападение. Но она была слишком самоуверена. Я не знаю, как работала разведка, или может Францию до такой степени обманывали. Она ожидает удара потенциального Германии в Бельгии, через Бельгию. И она усиливает свою оборону. До Брюсселя силы, потом на Донкерке идут. Граница уже, это если бы, допустим, в Брюсселе начали бы толкать их с той стороны немцы, немцы потеряли большие силы, то на границе с Францией их уже тормознули, потому что на Донкерке уже были силы капитальные, и плюс помощь ниже. И на Орденах там немцы поставили в горную местность, поставили там пехоту. Они ждали удара с Бельгии. Но что случилось? Немцы танками, танковые дивизии прошли через горы. Они пошли через Орден, я вот оставляю карту, смяли пехоту, смяли силы, которые должны были помогать последней линии обороны, ударили силы обороны на границе французской сзади. Другие силы пошли с Бельгии и с Голландии. В общем, когда они прошли первую, отрубили маленькую голову пехоту, вторую голову защиты, третья голова уже осталась в кольце. 500 тысяч человек, по-моему, там были уже взяты. Все, кто не мог, кто успел спастись, плыли брасом в Англию через Ла-Манш, в то время как немецкие войска уже спокойно маршировали в Париже. Но есть один такой вопрос странный. Ни одного документа нету официального, кто объяснил бы одну вещь. Французский флот не был использован, он не был даже поврежден. Был дан приказ сдаться. Флот подъявили под полом. Одна часть ушла, там маленькая часть ушла в сторону Алжира, на французские места. Другая была одна на немцами. Там союзники их тоже разбомбили, потому что помочились с этим. Нету, никто не может сказать, нету документов. Не рассекретили документы, если они остались. Почему это произошло? Я так думаю, это мое субъективное мнение, что было какое-то непонятное предательство. Даже почему капитуляция произошла так быстро? Вроде бы генерал, маршал Петтан, герой Первой мировой войны, вдруг все так сбросил. Я читал мемуары одного английского военного. Он сказал, что Франция, ее дух победно пал на 1918 году. Она выдохлась. Они выиграли, но они выдохлись. Я не знаю, с чем это. Как-никак Франция готовилась к войне. Она не очень надеялась на союзников, потому что там странные движения шли. То же самое. Англия, Франция договариваются с Польшей, что они ее защитят. Не защитили. С Чехией, по-моему, то же самое. В конечном результате Франция остается одна. Это змей Горыныч с тремя головами. Одна сильная, другая слабее. Ну и третья пехота, эта маленькая неразвившаяся, которую эти три головы отсекли одним ударом. То ли это французская самоуверенность, то ли это французская безалаберность. Как бы то ни было, я в моем докладе все это написал. Написал, что Германия была на расколе со всеми этими либералами во всех странах, в большокрупных городах и регионах, которые хотели как-никак договориться с Францией, с Бельгией, чтобы их снизили налоги, выплаты. Гитлер взял власть из-за этого Версарского договора, где Франция Германию просто унизила перед всем миром. Все. Это мое субъективное мнение, вы можете тут и согласиться. В моем понятии, несмотря на то, что я живу во Франции, я люблю Францию, но я сказал то, что я думаю. Мне на комиссии никто слова против этого не сказал. Против Версарского договора, который навязала Франция, французы, никто не может ничего сказать. Германия была в нищете. Все. Это был стимул к восходу Гитлера к власти. Я ничего не имею против немцев, которые голосовали за Гитлера, потому что у них не было, что поесть. Он их объединил, он сделал Германию, но, к сожалению, он сделал преступление, которое он совершил. Виной этому является Франция. Версальский договор. Вы обратите внимание, когда после Второй мировой войны, когда Германию поделили, никто не сказал Германии, Франция не сказала, а ну давай выплачивай мне там то, что вы разрушили. В Западную Германию пошли инвестиции восстанавливать. Те же самые америкосы, которые Дрезден, Германию разбомбили так показательно, инвестировали деньги. Германию экономику подняли. Потому что они поняли, что когда побежденного вы ставите на колени, унижаете, у него появляется гордость, у него появляется стимул к борьбе. И эта борьба может очень плохо обернуться тем, кто ее выиграл. Пример Франция. Я помню, когда подписывали договор капитуляции с немцами, там какой-то немецкий генерал сказал, что французы тоже участвуют, что ли? Мы их там за пять минут отсекли, этих, как его, лягушатников, которые там себя считали выше всех, и они тоже участвовали как победители. Поэтому в моем понятии Франция имеет капитальную, даже может фундаментальную вину прихода Гитлера к власти. Ну и либералы, конечно, предатели на стороне Германии, которые подливали масло в огонь, которые угрожали целостности уже не империи, а республики, которую мы сейчас видим. Если вы не согласны, можете не соглашаться. Но это мое мнение, это мое досье. Оно находится в библиотеке Академии одного города во Франции, потому что мне сам учитель сказал, что я его сохраню. Спасибо и доброго вечера. Да, еще хотел бы добавить курьезный момент. Это когда немцы захватывали Люксембург, танковая дивизия продвигалась, они просто прошли по Люксембургу. На границе остался один мужик. Все остальные оружие кинули и убежали. И он вышел и говорит, хальт, тебе что такое? Он говорит, документы. Это происходило в деревне Шенген. Шенген это там, где и подписывался Шенгеновский договор. Там до сих пор стоит мемориал с фотографией этого немца. Он сфотографировался с этим пограничником. Пограничника потом закинули в его будку. Немцы продвинулись дальше. Но что интересно, пограничник, когда его закинули в будку, он написал доклад герцогу, что сегодня до какого-то числа немецкая танковая дивизия без всякой визы и разрешения пересекла границу. И после войны он еще был таможенником, пограничником. Эта фотка до сих пор на стенде в Шенгене. Доброго вечера.